Всем привет, с вами Надежда Черная и это Закон Зверя, вторая серия третьего сезона. Я напоминаю про мой телеграм-канал, кому интересно, вступайте. Даже не забывайте подписаться на ютуб-канал, написать что-нибудь хорошее в комментариях. Ну, а мы не будем тянуть, поехали. Книга третья, глава вторая, подготовка к побегу. Надежда это хорошая вещь, может быть, даже лучшая, а хорошие вещи не умирают. Нет ничего хуже неизвестности. Одно дело бороться со злом, про которое хоть что-то понимаешь. Представлять его лицо, как было с Винсентом Синглером, Другими подопытными, медперсоналом. И совсем другое, когда ты понятия не имеешь, чего ожидать. Что это было? Колу и Алиса, прижавшую друг к другу, замерли в полном оцепенении. Их сердца гулко стучали в унисон, разрывая тишину. Любой шорох казался предвестником беды. Каждый звук зловещим напоминанием о том, что за пределами этого укрытия скрывается нечто ужасное. Нельзя здесь оставаться. Что делать? Забрать с собой документы. Ну, если такой выбор стоит, значит это как-то повлияет на историю в целом. И важно. Давайте заберем с собой документы. Алиса несколько шагов оказалась у стола, на котором лежали нужные бумаги. Что ты делаешь? Девушка быстро схватила стопку с фотографиями и записями немецкого ученого. Здесь доказательства того, что когда-то на Гивире уже проводили опыты. Ну же, нам надо взять это с собой. На всякий случай. Она свернула бумаги в трубочку и бесцеремонно засунула их в передний карман толстовки Коула. Вы взяли важные доказательства того, что происходило на острове. Ты права. Хорошо, что вспомнила о них. Надеюсь, это и правда поможет в полиции. А теперь надо уносить ноги. Алиса не помнила, как выскочила из комнаты и побежала, сломя голову вперед. Она слышала позади сбивчивое дыхание Коула, но не останавливалась, чтобы проверить его самого. Оглядываться было слишком страшно. И куда нам вообще бежать? Тихо! Алиса замерла, едва не споткнувшись на месте. Коул крепко держал ее за кисть руки, не давая сдвинуться. Какого черта? Следующие слова Коул пролепетал, не произнося ни звука. Так что девушке пришлось читать все по губам. Надо понять, с какой стороны был звук. Он прав. Самое тяжелое, наверное. Чтобы решить, куда бежать, необходимо понять, откуда надвигается опасность. Прислушаться. Статов хватает. Давайте. Чтобы сосредоточиться, Алиса прикрыла глаза. Первое время она лишь слышала, как в ушах стучит кровь. Успокойся. Дыши. Гробовая тишина нарушилась только... Так, нарушалась только размеренным журчанием воды в центральном канале. Нам же не могло показаться обоим. Наконец, из глубины бункера послышался тихий шлепок. Если бы Алиса не сосредоточила все свое внимание, то никогда бы его не услышала. Настолько звук был тихим. Это оттуда, где странно пахнет. В самом конце туннеля. Все-таки что-то они создали, и это что-то... Возможно, даже какой-то трупик похитил и съедает сейчас. Мало ли. В конце самого туннеля. Я ничего не слышал. Ты уверена? Конечно, нет. Я даже не понимаю, от кого мы прячемся. Они продолжали говорить шепотом, перебивая друг друга. Кажется, все стихло. Так, это плохой знак. Может быть, это какой-то механизм, который внезапно заработал? Оружие, например. Алиса, давай начистоту. Это было похоже на звук механизма? Нет. Но что тогда? Не уверен, что правда хочу знать. С потолка посыпались мелкие камешки и пыль, когда истошный вой вновь потряс беглецов. Он застиг... застиг их обоих врасплох. Алиса зажала уши ладонями. Вопль стал громче, а значит, его источник был намного ближе, чем они думали. Алиса... Беги, беги! Страшный звук доходил из глубин кодкомпа. Поэтому они побежали туда, откуда пришли. А потом что? Вплавь? Прям под прицелы... оружий? Мы в ловушке! Внезапно Алиса споткнулась обо что-то и с грохотом повалилась на землю, едва не разбив себе лоб. Что это еще за... Под ногами оказался... Детонатор. Рассмотреть. Алиса оглянулась на небольшой деревянный ящик, на пол... так, наполовину погруженный в воду. Со временем он полностью покрылся вязкой, грязью и слоем мелких камней, из-за чего полностью сливался с окружающим пространством. Алиса, руку! Одним ловким движением кол поднял девушку на ноги. Похоже на военные детонаторы. Донаторы, неужели... Кажется, в этом сундуке кола обнаружил спасение, но Алиса была категорически с ним не согласна. Даже не думай. Ты понятия не имеешь, как обращаться с этой штукой. Мы можем умереть. Мы без него можем умереть. И глаза одновременно устремились в устрашающую темноту пещер. Думаю, думаю. Побежать быстрее, спрятаться, посмотреть наверх. Так, что-то было наверх. Предсказание. Посмотреть наверх. Повинуясь какому-то внутреннему чутью, а может, просто поддаваясь панике, Алиса задрала голову наверх. В одном из центральных проемов прямо над ними возвышалась лестница. Конструкция выглядела весьма ненадежно, однако давала возможность временно спрятаться от неизвестной опасности. Я думала, нам уже кого-то покажут. Алиса, ты молодец. Что, если она опрушится под ногами? Нет, сейчас это может быть нашим спасением. Срочно лезем наверх. Черт. Вы приняли верное решение. Так, ну, спасибо подсказкам, так скажем. Фанца серии. Так, надо залезть... Залезть первый. Залезть первый. Там было... Не пропускай друга вперед или что-то друзей вперед. Что-то такое тоже. Подсади меня на плечи. Читаешь мои мысли? Кол присел на корточке, позволяя девушке забраться на его шею и вытянулся во весь рост. Давай, быстрее. Рев больше не повторялся, однако Алиса не питала никаких надежд по этому поводу. Гробовая тишина пугала даже больше. От ожидания новой опасности внутри все сжималось от страха. Она, что есть мощь, вытянулась, как струнка и протянула руки к первой перекладине. Алиса подтянулась и смогла поставить ноги на лестницу. Теперь необходимо было помочь Колу. Не оглядывайся. Не оглядывайся. Лезь наверх. Кол, если ты решил так пожертвовать собой, я тебя убью. В другой ситуации следователь мог бы рассмеяться, однако сейчас им обоим было совсем не до веселья. Ты, вы быстро реагируете сразу в ситуациях. Мужчина отошел назад, а затем разбежался и прыгнул на несколько метров вверх. Ему пришлось проделать этот трюк пару раз, прежде чем он смог зацепиться за нижнюю ступеньку. Алиса была уже практически наверху и старалась не смотреть вниз. Ее пугала не только высота, но и тот факт, что Кол все еще находится в опасности. Они оба. Там наверху что-то есть? Люк! Я пытаюсь открыть его! Девушка отчаянно била по металлической крышке, однако ничего не получалось. Откуда-то сверху подул ветер, и девушку это несколько подбодрило. Главное, не прямо в руки медперсоналу или к самому Винсенту. Земля в туннеле затряслась. От страха у девушки появились новые силы для того, чтобы буквально выломать люк и выбросить свое тело вперед. Глаза ослепил яркий солнечный свет. Кол! Сюда! Люк захлопнулся, когда Колу удалось окончательно вылезти из преисподней. Мы живы! Ей хотелось вопить от облегчения. Девушку с головой накрыла эйфория от осознания того, что она жива и находится не под землей. Прохладный морской бриз нежно погладил ее по щеке. Лиса рухнула вниз на четвереньке. Все позади, за нами больше никто не гонится. Ее ноги и руки продолжали дрожать, поэтому им понадобилось какое-то время, чтобы окончательно прийти в себя. Кол растянулся под боком и тяжело прерывисто дышал, набирая в грудь побольше воздуха. Змокшие и обессиленные. Они лежали какое-то время молча. И что это только что было? Кто так кричал под землей? Девушку начало мутить. Она стала втягивать носом воздух и вдыхать ртом, чтобы как-то помочь себе. Ты точно закрыл люк? Да, но надо накрыть его чем-то сверху. А как Ол искал, чем завалить вход в катакомбы, Алиса решила наконец осмотреться. Что здесь за пристанище мертвых кораблей? Похоже, это порт. Старые амбары, когда-то полные жизни, теперь были пустыми и разрушенными. Совсем заброшены. Куда ни посмотри, повсюду была тина, гнилые доски, а кое-где валялся оставленный мусор. Девушки отдыхают. Это лучше даже, чем обычная лодка. Правильно. Поэтому это лучше, чем ничего. Алиса понимала, что пока радно сдаваться. Судно были на плаву. Это значит, они сколу могли хотя бы попытаться выплыть. Я готова хоть руками грести, лишь бы убраться отсюда. Алиса? Девушка вздрогнула, услышав прямо над ухом знакомый голос. Она настолько погрузилась в себя, что не заметила, как к ней вернулся Коул. Мы можем поговорить о том, что произошло в катакомбах? Во рту мгновенно пересохло. Алиса поежилась точно от порыва атлантического бриза. Мы же только выбрались, остались живых. Зачем снова поднимать эту тему? Я не... Как думаешь, что это могло быть? Ты меня перебил. Прости, я не специально. Вижу, что ты не хочешь поднимать эту тему. Но, Алиса, мы только что обнаружили под остром грёбанное чудовище. Алиса не сдержала нервного, но очень едкого смешка. Хочешь сказать, мы набрели на монстра. Да хоть на полтергейста. Ты меня слушаешь вообще? Если честно, я немного не в себе для подобных разговоров. Знаю, я тоже. Но если там действительно что-то было, это меняет абсолютно всё. И я не хочу в это верить. О чём ты? Кол тихо вздохнул, наблюдая за тем, как над их головами пролетает одинокая чайка. Возможно, нам стоит бояться не Винсента. Алиса дёрнулась точно, её прошибло током. Куда делись все учёные, солдаты и подопытные? Что, если один из экспериментов, о котором писал профессор Дресслер, правда пошёл не по плану? Совершенно неосознанно Кол нащупал в переднем кармане свёрнутые документы, проверяя, что не потерял их. Слава богу, не потерял. Тогда то, что вопило в катакомбах? Или кто? Тот кто? Нет, хватит. Алиса обхватила себя руками и начала раскачивать со стороны в сторону. Я не могу, Кол. Просто не могу. Это слишком даже для меня. Сердце постепенно начинало успокаиваться и не отбивать бешеный ритм груди. Дай мне осознать хотя бы то, что мы выбрались невредимыми. Хорошо, но мы ещё вернёмся к этому разговору. Мы оба слышали то, что полностью переворачивает всю игру. Алиса поспешила перевести тему, пока её голова не взорвалась от новой информации. Нам надо найти питьевую воду и еду. Ощущение, будто моё тело сейчас рассыпается в пыль от обезвоживания. Пол недоверчиво оглядел порт, в котором они оказались. Не уверен, что мы найдём здесь какую-либо провизию. Но можно попытать удачу. По крайней мере, в таких местах можно найти консервы. Беглецы не спешили разделяться. Поэтому совместно изучали местность. Ржавые железные конструкции причалов покосились. Деревянные платформы местами обрушились, оставив только... ...щербатые остатки. Вода в бухте была мутной и спокойной. На берегу валялись остатки рыболовных сетей и старые бочки с помоями. Солёный воздух смешался с запахом разложения. Бесполезно. Желудок предательски заурчал и сжался в очередном спазме. Алиса не брала ни крошки в рот с того самого ужина, который любезно устроил ей Синглер-старший. Но хуже всего было без питьевой воды. Горло нещадно садило, а сухой язык неприятно прилип к небу. Сколько вообще человек может прожить без воды? Могу поспорить совсем недолго. Девушка прекрасно понимала, что будет чувствовать себя хуже и хуже, если они не найдут хоть что-то. Да чтоб тебе! Кол со всей силой ударил по двери пустого ангара, в котором они не обнаружили ничего, кроме тины и протухшей рыбы. Вонь стояла просто невыносимая. Слушайте, а для чего-то здесь же вот этого ангарча рыбы есть. Может через люк они подкармливают зверя вот этого. Очень интересно. Алиса поспешила выйти на свежий воздух, пока ее не начало тошнить. Я так больше не могу. Она чувствовала себя истощенной, разбитой. Люди Винсента уже провеляли этот порт. Как долго нам вообще можно здесь находиться? Алиса присела на землю и закрыла лицо руками, сдерживая слезы. Это все усталость. Мне просто нужен перерыв. Кол присел рядом и устало потер лицо, стирая следы усталости. Кол хочет по-дружески приободрить вас. Ты как? Еще держишься? Алиса обняла колени руками и положила на них подбородок. В такой удобной позе она тратила минимальное количество энергии и сил. Если я помру здесь от обезвоживания, можешь меня скормить местным рыбам. Размечталась. Следователь смахнул несколько прилипших песчанок с ее одеждой. Я ободряюще. Одобряющий похлопал по спине. Рано помирать, боец. Особенно после всего, что мы вместе пережили. Что же нам делать? Нам нужна вода и еда, чтобы иметь силы двигаться дальше. Но тут ничего нет. Судно не в рабочем состоянии. Я не увидела здесь ни одного весла. Это конец. Не первый раз выбираемся из полной... Ну, ты поняла. Я знаю, мы с тобой обязательно выкарабкаемся. Почему ты так уверен? Кол мне определенно пожал плечами, засматриваясь куда-то вдаль. Папа всегда говорил, что фразы «я не могу» не бывает. Потому что ты не можешь по-настоящему, только если умер. А мы с тобой живы. Ты что-то уже придумал? Кол хитро прищурился, не отводя взгляда от удивленной девушки. Так, есть идейка. Однажды уже получилось. Может и в этот раз получится. Не понимаю, о чем ты? Когда я упал в воду в первый раз, то смог вернуться в полицейский участок. Там я смог перекусить и переодеться в чистое. Благо, Мёрдок оставил почти все мои заначки. Исключено. Это слишком опасно. В любом случае, нам надо найти продовольствие и хоть какие-то инструменты для того, чтобы завести лодку или катер. «Так как ты не понимаешь? Нас ищут все!» Думаешь, полицейский участок можно так беспрепятственно пройти? Там наверняка уже толпа народа. Тебя дожидается. Нас обоих. Тебя точно будут дожидаться. Не согласен. Скорее всего, они причесывают лес и морское побережье на той стороне, где мы упали. Пол попытался мягко улыбнуться, чтобы успокоить девушку. Однако, у него это плохо вышло. Лиса не сразу заметила, что он сам еле держится на ногах. Пост-апокалипсис гипотетическое время после того, как мир пережил катастрофу. Так, они оба сейчас напоминали выживших пост-апокалипсис. Хорошо, тогда пойдем вдвоем. Исключено. Что? От негодования у девушки внезапно появились силы подскочить на месте. Однако, из-за резкого подъема у него потемнело в глазах. Вот черт. Кол поднялся за ней и слегка поддержал за локоть, чтобы помочь выпрямиться. Да, хотя бы у одного из нас будет шанс выбраться отсюда живым. И заодно сообщить органам о том, что творится на острове. Не хочу снова терять тебя. Так нечестно. Я тоже не хочу разделяться. Поверь на слово. Особенно после того, что мы сегодня увидели. Так почему ты снова оставляешь меня одну? Потому что это шанс. Я обязана воспользоваться им. Совсем меня не слушают. У тебя есть идеи получше? Да, не разделяться в очередной раз. Если нас обоих поймают, все, что мы пережили, не имело никакого смысла. Ни твой побег из лабораторий, ни наш прыжок в океан, ни спасение из катаконб. Кол заглянул девушке прямо в глаза. Несмотря на чудовищную усталость, он выглядел спокойно и решительно. Как всегда. Слушай меня внимательно. Если я не вернусь до наступления темноты... Кол, да какого черта? Я сказал, если... Ну? То ты спрячешься на одной из лодок и попытаешься немного выспаться. Серьезно. Надо экономить силы. Они уже и так на исходе. Боюсь, ночью поиски продолжатся. И если ты попытаешься завести мотор и отплыть, тебя могут обнаружить. Так что выдвигаться ночью слишком опасно. Он абсолютно серьезен. Если повезет, может пойти дождь. И тогда ты соберешь его и выпьешь. Найди для этого какую-нибудь канистру или пустую бутылку. Алиса понимала, что мусора здесь полно и бутылки можно промыть в океане. Однако ей все равно не нравилась перспектива добычи пресной воды. Мы что, в каком-то фильме про выживание? Точно прочитав чужие мысли, Кол продолжил. Если повезет меньше, придется опреснять морскую воду. Я сам этого никогда не делал, только в фильмах видел. Кол на ней несколько секунд задумался, воссоздавая в голове картинку из кино. Не нравится мне все это. Придется найти сразу две бутылки и поставить их друг напротив друга, так, чтобы их отверстия соприкасались. Одна из них должна быть под нагревом, так что попробуй развести огонь. Ты сам веришь, что я смогу все это сделать? У тебя нет выбора. Ты должна выжить. И ты тоже, вообще-то. Мужчина протянул ей спрятанный сверток с бумагами и с катакомбом. Пускай это пока побудет у тебя. Спрятать. Хорошо. С рассветными лучами можешь попробовать отплыть, если сможешь грести. Попробую собрать доски, но не уверена, что у меня хватит сил. Я поищу инструменты, чтобы завести мотор, но сама понимаешь, на меня нельзя рассчитывать. Пройся тут еще немного, может мы что-то упустили? Утром ты хотя бы сможешь ориентироваться, куда плыть. Коу, если ты не вернешься, а я умру от попыток сделать питьевую воду, я приду по твою душу в виде призрака и буду преследовать всю жизнь. Услышав незамысловатую угрозу, Коу растянулся, растянул губы в несмешливые ухмылки. Я вернусь. Не хочу лицезреть тебя в виде призрака. Было видно, что он старается выглядеть как можно увереннее перед девушкой, чтобы не вгонять ее еще большую панику. Не знаю, в какой части острова мы находимся, ни разу не был тут. Да, и я тоже. Но если я найду какой-то дом раньше полицейского участка, то попробую выкрасть что-то оттуда. А ты спрячься пока, ладно? Мы еще не знаем, сколько рядом людей Винсента. Пожелайте, Коул, удачи. Ну, давайте. Коул, я совсем не успела сказать тебе спасибо. Спасибо? За то, что я не могу обеспечить тебе безопасное возвращение домой? Алиса и подумать не могла, что груз вины от произошедшего Коул взвалил на себя. Как же это на него похоже. За то, что ты рядом. А за Коулу засияли от добрых слов. В один момент стал похож на довольного пса, которого почесали за ушами. Золотистый ветривер. Помнишь нашу первую встречу на корабле? Алиса не могла забыть такое никогда. Тогда они толком не знали друг друга, но с самого начала нашли общий язык. Конечно, ты пытался притвориться туристом. А еще я сказал, что прыгну за тобой в воду. Коул подмигнул удивленной девушке и негромко разменялся. Получается, я выполнила обещание. И буду прыгать столько, сколько потребуется. Алиса не сдержалась и крепко обняла друга, прежде чем окончательно отпустить его в неизвестность. Удачи тебе, Коул. Главное, возвращайся. Ладно? Не хочу тебя терять. Третий раз. Третьего раза не будет. Дождись меня. Вы нашли нужные слова для Коула. Спрятавшись внутри полупустого амбара, Алиса заглянула в щель, чтобы проследить за своим путником. Береги себя, Коул, и возвращайся скорее. Она проводила следователя долгим взглядом, пока тут совсем не скрылся на горизонте. Даже не знает, куда идти. Мы без карт, без телефонов и GPS-навигаторов. Сколько времени понадобится Коулу, чтобы найти полицейский участок? Уход Коула породил в ней смешанные сложные чувства. С одной стороны, Алиса боялась снова оказаться одна. С другой, она эгостично радовалась, что участь покинуть укрытие выполни ей. Заброшенный порт вызывал мнимое чувство защищенности, хотя бы потому, что здесь не было признаков людей. возьми себя в руки. Нельзя терять времени. Что там Коул предлагал поискать? Доски? Бутылки для опреснения? Задело. Ну, это чтобы отлечься от мыслей лишних. Делая регулярные перерывы на то, чтобы перевести дух, Алиса принялась осматривать каждый уголок этого таинственного места. Ей предстояло пережить очень долго невыносимое ожидание. В то же время в охотничьем домике. Открыв дверь, Каспер вошел в зал, где запах дерева и смолы смешался с едким табаком. Опять курили тут. Мое отсутствие. Недовольненький. Все раздражает его уже. Мужчину крайне раздражало то, что в доме уже успела побывать куча народа. Как и в сезон охоты, всем понадобились охотничьи ружья, даже Минерве. Никогда не думал, что такой чопорной дамочке понадобится оружие. Ну, у нее эксклюзивное задание от Винсента. Он повесил собственное ружье на место, сбросил куртку и рухнул в кресло, наслаждаясь долгожданной тишиной. Сколько бегодней из-за всего этого. Где она? Что с ней? Кажется, говорили, что коп ее нашел и тоже прыгнул. Как его там звали? Коул Майерс? Мысль именно Каспер ранил Коул Зря я тогда промахнулся, когда подстреливал его. На самом деле, Каспер бы никогда не убил человека, который искренне пытался помочь беглянке. Что бы случилось, если бы я пошел вместе с ней? До сегодняшнего дня Каспер редко размышлял о возможности навсегда покинуть остров. Возможно, детстве он и хотел сопровождать Адама в его поездках. Но все детские мечты сменились на полное принятие реальности, в которой он существовал долгое время. Мое место здесь? Другой жизни? Я не знаю. Сейчас Каспера даже пугала возможность поменять все в своей жизни. Это ощущалось как-то неправильно. А может, я просто боюсь перемен? Хотя если хорошенько подумать, все уже начало меняться, когда я встретил ее. Наша первая встреча была странной. Погрузиться в воспоминания. Ну давайте. Первая встреча та самая, когда он случайно наткнулся на лежащую без сознания девушку, о которой ничего не знал. Вам дана возможность прожить эту встречу для Каспера. Ветер шептал в кронах деревьев, словно предостерегая о чем-то, что произошло в лесу. Его шаги были тихими, но уверенными. Свет луны осветил лицо охотника, на котором читались усталость и решимость. Скоро я буду дома. Надежде медленно расползались, пятна, крови темные, свежие. Каспер знал, что за пределами этого уединенного места остались следы его поступков, следы, которые не стереть. Его взгляд был сосредоточен, а мысли кристально ясны. Мужчина пришел за своей добычей и выполнил задачу, но внутри него пушевало странное тревожное чувство, словно что-то еще должно было произойти. Ночь была особенно холодной. Такую промозглую погоду Каспер не любил находиться в лесу. Слишком велика была вероятность обморожения или внезапного нападения. На холоде звери больше хотят есть, накапливать энергию. Он зашагал еще быстрее, параллельно стирая с лица кровь. Черт, надо было быть аккуратнее. Видите глазки на дереве? Охотника не волновало то, как он выглядит в этот момент, однако едкий запах вызывал самые неприятные ассоциации. Вскоре узкая тропа повернула в сторону дома. Каспер резко остановился, наткнувшись на обездвиженное тело, распростертое перед домом. Чего? Кто-то из лаборатории? Что-то рановато. Все это не впервые, да? Он сделал еще несколько шагов вперед, пристально вглядывая из темноту. На земле лежала молодая женщина. Фирменный цвет отеля и эмблема. Интересно. Ни разу не видел ее. Помогите. Ты кто? от внезапного пробуждения незнакомки Каспер растерялся и выпалил фразу на родном языке. На датском. Она же говорила по-английски. Бестолочь. Ты меня слышишь? Девушка не смогла вымолвить ни слова и ее взгляд постепенно начал мутнеть. По всей видимости остаток сил она потратила на то, чтобы позвать на помощь, а затем вновь погрузилась в беспамятство. Вот дьявол. И что мне теперь с тобой делать? Веки незнакомки задрожали, однако она больше не открыла глаз. По-хорошему нужно отнести ее в отель и предупредить дежурного администратора. Когда ты есть дежурный администратор. Ладно. Хотя судя по всему она и есть администратор. Тогда зачем оставила пост? Что она здесь вынюхивала? Ладно. Это сейчас не так важно. Каспер понятия не имел что делать в подобных ситуациях и предпринял первое что пришло в голову. Отнесу ее в дом и оттуда позвоню в отель. Мужчина быстро откинул окровавленный топор в сторону и присел чтобы проверить чужой пульс. Убедившись что все в норме Каспер обнял обмякшее на земле тело за плечи и подложил одну руку под колени. С небольшим усилием охотник поднял ношу на руки стараясь не причинить ей боли. Девушка была практически невесомой. Она повисла в чужих руках как тряпичная кукла безвольно свесив одну руку. Как можно быть такой беззащитный а? И бестолковый? Охотник испытывал крайнюю степень раздражения. Больше всего он хотел спокойно добраться до дома стереть себя всю кровь замочить одежду лечь спать? Его планы не входило возня с девчонкой без сознания. Разлеглась прямо на пороге моего дома. Кто так вообще делает? Как привлечь внимание мужчины? Пользуйтесь. Дыхание девушки стало спокойным размеренным. Как будто она была в сознании и ненадолго заснула. Белоснежка проснулась когда пришел прекрасный принц. А что делал охотник в той сказке? Что с ним стало? Каспер криво улыбнулся забавляясь от собственных мыслей. Он устал. Эта ночь казалась бесконечно долгой и утомительной. Обжигающее дуновение ледяного воздуха растрепало ее спутанные волосы разбросав их по плечам. Неосознанно Каспер прижал ношу к себе. Пытаясь спрятать ее от очередного порыва безжалостного ветра. В ту роковую ночь мужчина планировал помочь безвестной работнице отеля а затем отправить ее куда подальше от своего убежища. Каспер не хотел даже знать как ее зовут. Все это было не так важно. Он пихнул дверь и та с легкостью отворилась пуская странную пару внутрь. Надо поскорее от нее избавиться. Как будто мне без этого проблем не хватает. Пусть старуха Шанталь с ней разбирается. Каспер был уверен в том, что их пути больше не пересекутся, как и со всеми, кто был связан с отелем Синклер. Пожалуй, он еще никогда так сильно не ошибался своей жизни. Чисто когда ты всю жизнь холостяк и просто увидел девушку рядом. Ладно. И почему я вообще сейчас решил предаться ностальгии? Он прекрасно знал почему. Причина крылась в том проклятом овраге с капканами. Каспер никогда не считал себя романтиком. Поцелуй для него был лишь потребностью в близости, прелюди к сексу или примитивным способом получить положительные эмоции. С точки зрения физиологии он только позволял улавливать температуру, вкус и запах человека. Только тогда чертова физиология пошла по одному месту. Охотник мог сравнить себя с часами, которые имитируют тиканье, однако не поворачивают стрелок на циферблате. Он был сломанным механизмом без инструкции к починке. Надо прекратить думать о таких глупостях. Алиса ушла. Каспер отпустил ее или навсегда потерял. Дал сбежать, а потом и сам позаботился о том, чтобы скрыть очевидные следы. Винсент не должен понять, что я мешаю пускам. Иначе все было зря. Забудь о ней! Алиса либо смогла выбраться, либо умерла. Вы больше не встретитесь. Приказать себе забыть было легко. Выполнить это уже намного труднее. И Касперу не нравились такие трудности. Три звонких стука в дверь заставили охотников сдрогнуть. Он почувствовал накатывающее беспокойство. Как будто бы сам призвал его. Входи, Винсент. А я надеялся, что не застану тебя здесь. Каспер резко встал с места, рассматривая хозяина острова. Я только вошел. Ты в порядке? Винсент не выглядел как человек, о котором можно сказать в порядке. Однако впервые за долгое время ему было абсолютно наплевать на это. Свой вопрос Каспер задал скорее по привычке, нежели по желанию. Нет, Каспер, я в бешенстве. Нетвердой походкой хозяин острова прошелся взад вперед по комнате. Каспер терпеливо ждал, пока он начнет говорить, однако медленно терял терпение. Вечно он так. Не может сразу сказать четкое по делу. Мне нужно сделать что-то еще? Дашь поручение? Да, найти девчонку и полицейского. Мы потратили много часов на поиски. Может быть они уже давно ушли на корм рыбам? Я не верю ни единому своему слову. Алиса жива. Она будет в безопасности с этим кудрявым рыцарем в доспехах? Ты прекрасно понимаешь, что это неправда. Такие как она просто так не умирает. А от меня то что требуется? Я прочесал весь лес, который знаю, как свои пять пальцев. Они не поднимались обратно с утеса. Свежих следов не было. Наконец Винсент остановился и устало рухнул в освободившееся кресло. Очередная просьба Винсента не заставила себя долго ждать. Здесь так холодно. Зажги камин. Разве холодно? Эту просьбу ты тоже не можешь выполнить? Каспер не хотел отвечать на такое. У него не было сил спорить с Винсентом прямо сейчас. Под пристальным надзором он подбросил в камин поленье, смял пару газеток в центре и зажег огонь. Жар быстро распространился по комнате, обволакиваясь вокруг, стало немного душно. Каспер зачарованно наблюдал как древесина трещит и шипит, а скомканная бумага под ней тает в языках пламени. На несколько мгновений охотник забыл существование Винсента, который, к его огромному сожалению, очень скоро напомнил о себе. Всегда думал, ты боишься огня. Каспер резко встал, не отворачиваясь от камина. Он не хотел, чтобы Синглер старше увидел его сдержанное лицо. Не надо об этом. Меня всегда поражало то, как отчаянно ты не хочешь принимать мою помощь. Не хочу становиться одним из твоих пациентов. И я не они. Слушай, Каспер сказал совсем другое. Мне это не нужно. Правда? Забавно. Так всегда горят, когда пытаются отрицать существование сильнейшей травмы. Каспер не выдержал и все же отвернулся от камина, давая Винсенту возможность лицезреть свой гнев. Мы уже давно обсудили это. Прекращай. Мои родители мертвы много лет. Ты часто думаешь о них? Ну конечно. Нет. Разговор с Винсентом заставлял его чувствовать себя вне своей тарелке. Запах жженого дерева, пропитавший всю комнату теперь только нервировал. Они успели сказать тебе что-то важное напоследок перед тем как погибли. Хватит. Они только кричали. Голове эхом зазвенели истошные вопли родителей умирающих пожаре. Касперу пришлось взять себя в руки чтобы не выдать Винсенту свое волнение. Они бы не смогли ничего сказать напоследок. Каспер очень хорошо помнил этот день. Деревянный домик в котором он жил столько лет полыхал ярко и красиво к спичкам. Языки пламени вырывались из окон поглощали на занавеске деревянные рамы двери уничтожая все на своем пути. Окна покрывались конденсатом а стекла начали трещать от жары. В какой-то момент одно из них лопнуло разлетевшись на мелкие осколки. Отвратительный запах гари наполнял пространство оседая на легких маленького мальчика который вернулся домой так не вовремя. Мама папа Каспер не мог поверить собственным глазам он надеялся что бредит или спит. это не его родной дом был охвачен огнем это не его мама с папой кричали от боли где-то внутри это не он стоял как вкопанный и не мог помочь им ведь так и откуда то издалека Каспер услышал свой внутренний голос который пытался достучаться до отключенного сознания сделай что-нибудь беги в дом помоги спаси родителей жалкий трус им же так больно но Каспер не мог пошевелить даже кончиками пальцев он был полностью парализован и с ужасом смотрел на себя как будто со стороны разум отделился от тела и теперь страдал видя как оно бездействует молча наблюдая за трагедией крики родителей быстро прекратились тишина которая пришла на их место была намного страшнее Каспер вдруг с отрезвляющей ясностью осознал что он совсем один мальчик сделал неуверенный шаг вперед точно почувствовав приближение новой добычи пламя стрепенулась и разгорелась еще ярче приглашая свои объятия еще один шаг Каспер почувствовал как пылающий жар облизывает его лицо а черный дым пропитывает всю одежду запахом гарри оставалось еще несколько шагов и он мог бы снова быть рядом с мамой и папой он мог быть снова не одинок я иду в последний момент кто-то больно дернул его за руку оттаскивая от места трагедии Каспер повалился на землю и закрыл глаза теряя сознание Ваши варианты кто-то мог быть почему огонь забрал их но не меня почему я остался жив Каспер я хочу помочь тебе ты же мне как сын в данном случае это это плохо потому что с сыном ты обращаешься это не очень со своим ладно я же сказал мне не нужна твоя терапия я не пациент и никогда им не буду ясно тихо я знаю но я могу дать тебе кое-что другое Каспер нервно облизнул пересохшие губы воспоминания приносили ему одни лишь страдания они были мучительными чему он все это начал охотник хотел немедленно закончить этот разговор однако ждал что же предложит Винсент казалось того распирают от волнения да что с ним происходит я знаю кто виноват в смерти Ульриха и Милдред внутри Каспера что-то рухнуло возникло спокойное стойкое ощущение будто он летит вниз головой в бездомную пропасть чтобы не упасть по настоящему он оперся рукой стену что ты такое несешь пожар да пожар на острове охватил множество домов это правда но его устроил один человек предатель который работал на меня долгие годы и сбежал в последний момент он начал с этого дома Каспер с дома твоих родителей нет ты не знаком с ним однако прекрасно знаешь его дочь я тебя не понимаю Винсент смирил едва дрожащего вознобия охотника не мигающим пристальным взглядом твоих родителей убил Ллойд Нордвуд это имя мне ничего не говорит после бегства он поселился в Англии и взял себе новое имя Берг Катсон каждую букву Винсент смаковал произносился с особым удовольствием Каспер почувствовал как по его спине вдоль позвоночника пробежал холодок его дочь Алиса Катсон вот так сюрприз и так ли насмешливый голос Винсента туже сменился на ледяной безэмоциональный тон не терпящий возражений а теперь скажи мне сынок ты найдешь ее и приведешь ко мне вот это он ему дал мотивацию когда Кол добрался до полицейского участка солнце было уже высоко в зените плохо дело следователь чувствовал себя муравьем под лупой которого в любой момент могли поджечь солнечным лучом надо было дождаться темноты черт тут совсем открытое пространство какое-то время он прятался за служебной машиной гадая можно ли будет на ней вернуться в порт чтобы не тратить оставшиеся силы Кол понимал насколько это рискованно машина была заметная и могла привлечь себе лишнее внимание тем более я не знаю где ключи но одна мысль о том что ему придется столько и жить и в обратном направлении навела тоску не только Алиса страдала от обезвоживания Кол чувствовал как с каждой потерянной минуты постепенно теряет терпение надо пролезть через окно к себе в кабинет но что если Алиса права мертв может быть там ну нет потому что хотя они же не убили его да они оглушили мужчина еще не знал что псевдополицейский лежит без сознания в лесу далеко от полицейского участка все надоело сидеть на месте Алиса ждет меня совсем одна а я уже несколько минут прячусь за машиной мужчина осторожно обогнул здание низко пригнувшись чтобы пролезть под окнами приблизившись своему так бывшему кабинету наконец услышал то что не долетало до него на парковке в полицейском кабинете мерно гудел компьютер периодически он издавал противный писк оповещающий о том что пароль к нему подбирается в корень неверный опять не то проклятие это просто бесполезно чей-то голос отозвался из-за двери попробую 1 2 3 4 5 по всей видимости мужчина охранял вход пока деби пыталась добраться до содержимого компьютера стараясь практически не дышать кол аккуратно просунул голову в окно сразу узнал девушку стоявшую на стойке регистрации в отеле мне нужно познакомиться с хозяином данного заведения могу показать документы или кофе угостить хотите самый свежий документы покажите мистеру Синклеру а все так я все равно не разбираюсь в этом от кофе я пожалуй откажусь мистер следователь с того момента как они виделись последний раз деби успел заметно потерять весе одежда которая раньше сидела по фигуре теперь свободно висела на ней деленый свитер выглядел как мешок а брюки сползали с бедер кол внутренне посочувствовал несчастной жертве экспериментов алиса успела рассказать ему как деби страдал вместе с ней в лабораториях проходила испытания и подверглась таким же экспериментам по странным устечивающим обстоятельств бывшие напарницы оказались соседками по комнате следователь негромко откашлялся чтобы привлечь ее внимание и не спугнуть его аккуратный жест возымел и побледневшая деби в них закричала ааа наил кол не успела помниться как про имя появился второй человек двухметровый мужчина был вооружен пистолетом который теперь был направлен прямо на следователя вот только этого мне сейчас не хватало не двигайся буду стрелять нарушитель покоя уже наполовину показался из окна и встревоженно оглянулся крик мог привлечь излишнее внимание надеюсь кроме них двоих здесь никого нет дебора это я кол мистер следователь помните меня термос большой термос кофе ты знаешь его наконец деби вглядывала знакомые черты лица и стрепенулась вспомнив лицо следователя погоди это же ты разве алиса не с тобой сейчас услышав знакомое имя мгновенно расслабился однако оружие опускать не спешил наконец кол смог полностью заползти в комнату и закрыл собой жалюзи чтобы за ними никто не смог наблюдать этому белобрысому можно доверять абсолютно я ему доверяю в любом случае кол коротко кивнул и протянул парню руку кол майерс работал здесь какое-то время над делом судьи флеверола найл не пожал руки в ответ однако кивнул смирил следователя подозрительным взглядом найл такер где алиса да где вы прячетесь как вообще выплыли все пляжи уже давно обыскали вдоль и поперек не вдаваясь в излишней подробности кол коротко пересказал маршруты их перемещения от катакомб к заброшенному порту про душераздирающий вопль и возможно в погоне он деликатно умолчал чтобы не вгонять сбежавших в больший шок да и настолько я им доверяю чтобы сразу все выкладывать даби ему симпатизировала в отличие от найла который продолжал держать пистолет может опустишь уже ствол неприятно разговаривать когда в тебя могут выстрелить но без патронов висел у мердока на поясе вот я и взял значит мердок так был с ними по крайней мере можно хорошенько кого-то запугать ну да кого-то я убрал пистолет в карман пальто и поделился своей частью истории мы напали на смотрителя левсу чтобы оказаться здесь дополняет друг друга там где это было нужно они с даби быстро пересказали историю своего побега помимо пистолета у ученого были выкрадены ключи от полицейского участка в котором беглецы пытались найти связь с внешним миром у нас все равно ничего бы не вышло на острове полностью отсутствует связь пока деби разразилась потоком неразборчивых ругательств кол поспешил восполнить собственные запасы заветная бутылка стояла под книжной полкой и следователь мог поклясться что не пил воды вкуснее что ты делаешь а ты как думаешь мы почти сутки ничего не ели и не пили я за этим и выдвинулся в город он сделал еще несколько маленьких глотков уговаривая себя не опустошать всю бутылку разом при обезвоживании это было крайне опасно алиса осталась совсем одна без продовольствия нам надо вернуться соберем питьевую еду остатки еды медикаменты можно еще глянуть оружие последний раз когда я здесь был из участка все напрочь вычистили а потом а потом мы уплывем с этого острова на одной из лодок которые стоят в порту лица дебби и найла на миг озарились призраками улыбок насколько же давно они не улыбались раз делают это с таким трудом стало больше а значит шансов отбиться тоже больше ну чего стоим за работу в заброшенном порту царила тишина нарушаемая лишь плеском волн и криками чаек что-то мне неспокойно у него прям очень развита чуйка какая-то может быть из-за того что на ней проводили эти эксперименты либо может само по себе алиса задрожала от внезапного порыва ветра который едва не снес ее с ног ее с головой поглотили переживание страхи где сейчас кол он уже добрался или повернул назад девушка понятия не имела сколько еще будет пребывать в неизвестности однако попусту времени она не теряла за эти прошедшие несколько часов алиса успел найти пару пустых бутылок которые тщательно промыло морской водой ни для чего они все равно я так и не поняла как сделать пересную воду из морской нормальных весел с помощью которых можно было грести поблизости не оказалось алиса искренне надеялась что колу что колу сможет каким-то образом починить заглохший мотор катера хотя судя по внешнему виду некогда белоснежного судна это было что-то из рода фантастики он пока что выглядит самым рабочим вариантом из всего что стоит воде на дне старой лодки рядом с катером среди тины и мусора она смогла достать то что им было так необходимо вы нашли коробку с инструментами забрать достать инструменты оставить все как есть для кола оставить для кола мало ли еще воду случайно кинем или что такое алиса не видела смысловая в том чтобы перебирать инструменты она решила доверить это дело профессионалу или хотя бы тому кто знает как чинить моторы главное что я вообще откопал этот клад буду надеяться кол в этом хоть что-то понимает лучше чем я она ласково погладила заветный ящик внутренней радость своей смелости если бы я не залезла в ту лодку точно бы не увидела это сокровище алиса сидела спиной комбаром и не могла видеть как кто-то наблюдает за ней кто-то достаточно напичканный препаратами чтобы без труда выследить их местоположение ой-ой кто-то кого только что выпустили из клетки опа мужчина находясь под остаточным воздействием эксперимента двигался неестественно быстро его единственный здоровый глаз был пустым и не выражал абсолютно ничего однако в тот момент когда алиса привстала чтобы убрать коробку с инструментами в его лице мелькнуло узнавание алиса чудовищная боль пронзила его виски отчего мужчина едва не повалился на землю алиса катсон это имя вертелось на языке взрывалась болезненными воспоминаниями о мотеле оно означало что-то безопасное и давно знакомое то чему стоит доверять под действием невидимой силы он бросился вперед прямо к девушке алиса практически сразу почувствовала что что-то не так угроза витала в воздухе однако теперь она услышала слабое поскрипывание деревяшек под ногами она резко оглянулась в надежде увидеть вернувшегося следователя кол коробка с грохотом упала на землю выскользнув из ослабевших пальцев нет адам нет зверь оказался непозволительно близко в один момент алиса поняла ей некуда прятаться некуда бежать ее снова поймали в очередной раз застали врасплох я совсем одна кол предупреждал не высовываться и быть начеку черт черт алиса бросилась к воде но адам оказался рядом раньше и успел схватить ее за запястье они начали бороться девушка пыталась вырваться она обрыкалась и извивалась чтобы выскользнуть из чужей хватки адам не осознавая собственных действий продолжал тянуть нож на себя его движения были резкими и бесконтрольными алиса использовала всю свою силу чтобы противостоять ему ну уже адам пожалуйста это не ты отпусти меня воспользовавшись небольшой заминкой алиса ударила его локтем живот и на мгновение нападавший ослабил хватку это дало ей возможность вырваться и отойти на небольшое расстояние чтобы перевести дух эта бессмысленная возня заняла минуты три однако отняла у беглянки последние силы на слишком долго не пила питьевой воды не отдыхала и не брала ворот ни крошки я заведомо проигравшая конечности больше не слушались алиса начала сбивчиво дышать и путаться в собственных ногах параллельно пытаясь защищаться никто никто не пришел ей на помощь здесь были только океан алиса и адам и взгляды встретились в это мгновение было что-то страшное мир вокруг замер оставив только их в этом противостоянии только сейчас алиса поняла что адам еле держится на ногах и дело было очевидно не в их борьбе мужчина практически не двигался лишь тащил ее за руку по его мертвенно бледному и схудалому лицу стекали струки пота оставь меня покой чудовище мужчина выглядел абсолютно убитым и изможденным его лихорадит это был ее шанс на спасение алиса сделала еще несколько шагов назад чтобы увеличить расстояние между ними если он сейчас валится я побегу сразу побегу адам закрыл лицо руками и вцепился волосы точно пытался разодрать себя в клочья девушки было страшно от того что сейчас могло произойти а вдруг он сейчас конец потеряет контроль это конец и снова ты здесь в моих руках так любопытно что нас ждет дальше правда куда героев приведет судьба точнее куда их приведешь ты так и быть я помогу на этом нелегком пути я заберу нужную нить ты не против а взамен дам подсказку где найти другую нить продолжай их собирать для меня договорились следующий спряталась в воде за цветами проследить придется тебе не допуская ошибок позволяя зверю выйти и на остров страха придется долго плыть тебе тебе стоит поторопиться чтобы поскорее выйти отсюда на свет люди часто теряются в моей обители здесь легко заблудать попробуй идти на свет хорошо и только я только заметила что она сама как будто в какой-то пещере сидит очень интересненько интересненько я думаю что все-таки по дружбе или по любовной ветке адам очнется и все будет нормально но что если этого нет интересно его отрубит выкинуть что с ним делают всем спасибо кто досмотрел до этого момента я напоминаю про лайк на видео можно написать ваши ощущения по поводу серии внизу в комментариях но я говорю вам до скорых встреч до новых серий субтитры